Для серфинга лучше всего подойдет плавание, кроссфит, йога. То есть на самом деле серфинг, он очень сильно, если в сноуборде, например, вы встанете, и вас силы тяжести тащат вниз, по определению, вам просто нужно как-то пытаться удержаться и немножко рулить, то в серфинге вам сразу, на первом же этапе, потребуется физическая форма. То есть серфинг, по разному зависимости от серфера, 90% плавания. То есть вы 90% будете плавать, поэтому вам нужна элементарно хорошая техника плавания и хорошая форма для плавания. То есть если, опять же, девушек, в первую очередь, касается, вы не можете ни разу отжаться от доски, ну вообще от пола, если вы ни разу не можете отжаться, свой вес тела от пола, то вы не сможете на доску встать, соответственно, серфинга не будет никакого, в принципе, он не состоится. И такое бывает очень часто, когда девушки приезжают заниматься на океан или там куда-то другой, на море, там неважно, в общем, первые попытки, они бывают такими именно. Поэтому если вы хотите заниматься серфингом, к сожалению, может быть, к счастью, я почему сказал, что серфинг, он требует саморазвития по всем параметрам. Вы действительно, если захотите заниматься серфингом, даже два раза в год ездить, то если вы действительно захотите кататься, вы хотя бы там за месяц до серфинга, через два-три трипа поймете, что вам нужно ходить и заниматься чем-то. То есть спорт обязательно должен быть. Причем желательно максимально близкие игры. Плавание, но не просто плавание в бассейне, знаете, вот так в шапочке мимо бабушек. А плавание должно быть действительно с тренером, который вам будет давать задачи, вы будете плавать кролем, может быть, даже на досках, такие тоже есть варианты в бассейне. То есть кроссфит как просто максимальное развитие выносливости и силы мышц. И растяжка для всего этого обязательно необходима, йога или любая другая, просто потому что растяжка это... То есть у нас не только смысл создать стрессовую ситуацию для организма в виде нагрузки, но наша задача еще потом обязательно хорошо восстановиться. Весь позитив от наших тренировок, от стресса мы получаем на восстановлении. То есть мы должны давать возможность организму отстрелить обратно и получить как-то бенефиц, ну то есть выгоды ради людей. Все, да, время, ребята, время. Дамы и господа, Сергей Розширеев, я уверен, что есть масса вопросов Сергея к вам. Я думаю, что вы с удовольствием можете ответить на какие-то вопросы, адресованные вам в привате. Но время не стоит на месте, и у нас запланировано много всего. Предлагаю еще раз аплодисментами отметить Сергей. Спасибо огромное за прекрасную лекцию. Друзья, если у вас есть вопросы, я думаю, что вы можете подойти и задать их лично. Я думаю, не откажет Сергей вам. Ну, а прямо сейчас мы продолжаем. И прямо сейчас будет очень необычная лекция у нас. Это будет лекция без живого участия. Сергей, не убегайте, вам есть вопросы. Просто к тому, что я уверен, что люди вас тоже сейчас найдут на веранде, да, скорее всего? Нет, просто понять, где вас искать. Вот что хотел узнать. Да, друзья, прямо сейчас хочу объявить о начале нашей видео лекции. Это заготовленный материал от необычного человека. Зовут его Никита Замиховский. Он является первым русским серфером. И, более того, он предоставил нам сегодня к демонстрации свое видео лекцию под названием «Первый русский серфер». Друзья, внимание на экран. Собственно говоря, она начинает... Тут от меня, когда появится фотографика, я типа в трубе катаюсь. Но могу сказать то, что люди, которые катаются в трубах, это, во-первых, это очень высокий уровень. Если вы видите человека, который катается в трубе, и он это делает регулярно, это очень большой накат. Люди умеют этим заниматься. И плюс это очень опасно, крайне опасно, потому что вы катаетесь там, где камни, и там очень мелко. То есть вы можете получить достаточно критические травмы. То, что, если говорить про уровень новичков, тех, кто ребята начинают. Здесь много травм, которые могут быть разного характера. Могут быть и ушибы, и растяжения. И очень часто доски прилетают там в голову и в другие части тела. То есть основная задача, что нужно, если кто-то из вас занимался сноубордом, и если ты, предположим, катаешься хорошо на среднем или высоком уровне, то ты катаешься, скажем, на черных или на красных трассах. И когда ты принимаешь решение, что тебе надо в самый низ съездить, то ты едешь вот через зеленые и синие трассы, где новички катаются. И там страшно кататься, потому что никто не контролирует, что происходит. Соответственно, то, что касается серфинга, здесь то же самое. То есть когда люди учатся, они не контролируют, что происходит, и поэтому можно получить даже какие-то... Здесь надо больше бояться не себя, а тех, кто, в общем-то, тебя окружает. Поэтому, если вы идете в океан, надо держать максимальное расстояние от ближайших людей, которые, ну, соответственно, там рядом с вами находятся. Вот. Соответственно, мы здесь тренируемся, у нас есть большое количество тренировок, которые проводятся практически каждый день. Они настроены на разные какие-то там аспекты. Соответственно, начинается все с того, что нужно уметь хорошо держать баланс, что стоять на ровной поверхности достаточно просто. Вы стоите, и все. Когда вы стоите на доску для серфинга, даже если вы на нее еще не встаете, а вы на нее ложитесь, нужно уже начинать держать баланс. А баланс держится... Здесь можно потренироваться с помощью тренажера, который называется баланс-борд. То есть вы пробуете сначала его держать на двух ногах, потом начинаете поворачиваться и, соответственно, даже выполнять какие-то трюки. Трюки это подводят для того, чтобы вы могли контролировать то, что вы делаете, и получать тот опыт, когда вы пробуете, ну, соответственно, что-то новое. Да, вы изначально учитесь работать на неровной поверхности. Потом, если мы говорим про серфинг, то в первую очередь речь идет о достаточно протяженной гребле, которую нужно осуществлять, потому что нужно быть очень хорошим пловцом. Но грести нужно будет на доске, и вы можете грести до 90% времени, будете заниматься тем, что вы должны, соответственно, грести. И поэтому нужно в бассейне, вот мы в бассейне занимаемся, берем доски и занимаемся тем, что разрабатываем именно, как нужно правильно делать гребок, как нужно быть выносливым. И, соответственно, еще одна проблема, которая в серфинге есть, это то, как добраться до зоны катания. То есть это достаточно большая проблема, потому что нужно пройти сквозь прибой и, соответственно, там оказаться. И точно так же в бассейне мы осуществляем те движения, которые необходимы для того, чтобы вы сквозь этот прибой прошли. Вы его прошли, и все, теперь настало время, нужно вставать, соответственно, и, в общем-то, катиться. И, соответственно, точно так же все это тренируется либо на коврике, либо там вот на скубы стоят специальные. То есть мы отрабатываем именно вставание, потому что нужно очень четко запрыгивать в определенную стойку, иначе хотя бы там маленькое смещение ноги или еще что-то приводит к падению. В основном так ты упадешь, может оторваться лишь эта веревка. У тебя, кажется, без доски это уже и так без силы, тебе нужно еще, скажем, выплывать. Либо ты можешь увидеть то, что кто-то остался без доски, и тебе нужно будет не то, что себя, но этого человека вытаскивать. А если вы кого-то видите в океане по серферовскому этикету, вы должны оказать эту помощь, то есть нельзя человека бросать. Поэтому никогда не катайтесь под самую эту, потому что это может критически закончиться. По себе это знаю. Ладно. Вот, у меня конкретной темы не было, так я идеями вам мазками набросал, тут шли какие-то фотографии. Так что если хотите, спасибо за ваше внимание, спасибо, что вы пришли. Если есть вопросы, то... Дорогой господа, Денис Дорогайкин, руководитель проекта Серввей Москва. Мне кажется, что подробнее и больше интересных фактов можно узнать непосредственно в школе, наверное, да, я так понимаю? Так что если вдруг кто-то заинтересовался, или у кого-то есть вопросы непосредственно к Денису, то можно их задать уже в привате, Денис тоже остается с нами. Ну а мы идем далее, и буквально через одну минуту здесь продолжатся наши интересные диалоги о культуре серфинга в рамках нашего первого Всероссийского фестиваля культуры серфинга SurfFest Russian. И я смотрю уже в зале наш следующий драгоценный дорогой гость. Я говорю о Евгении Исакове. Это основатель серф-школы в Калининграде. Серфер и призер различных соревнований по серфингу. И, соответственно, прямо сейчас Евгений поделится с нами своим опытом, во-первых, я уверен, да, расскажет много всего интересного. И тема нашей лекции звучит следующим образом. Миф или реальность? Это понятие русский серфер, да? Мне кажется, что это реальность, но узнаем прямо сейчас. Встречайте, пожалуйста, Евгений Исаков. Поехали. У нас после моей трескотни будет несколько фильмов показанных. И один из них, Сёрфинг Сиберия, вот замечательный проект ребят, в том числе Сергея Рашеваева, который как раз показывает о серфинге в России. И если вы посмотрите, то на самом деле в интернете можно много найти роликов о серфинге за рубежом, сделанных русскими ребятами. И там, наверное, тоже достаточно красиво, достаточно здоровские волны. Но серфинг Сиберия, серфинг в России, вот эти вот фильмы художественные набирают гораздо больше популярность. Потому что вот это, собственно, наше родное. И вот эта вот особенность, что мы сначала начали кататься рубежом, после этого вернулись опять к истокам своим, катаемся теперь где-то в России, это тоже немножко нас отделяет от, скажем так, других стран. Следующая особенность, что отличает русских серферов, это теперь я немножко поговорю с вами о негативных сторонах. Я думаю, что вот я вижу среди собравшихся своих коллег, в том плане, что я являюсь инструктором по серфингу, и есть одна черта характерная для, не то чтобы, не то что это русских серферов именно касается, а в принципе людей, которые занимаются каким-то экстремальным видом спорта, русские люди, когда уезжают куда-либо за рубеж и хотят научиться чему-либо, они крайне негативно относятся к работе инструкторов. Сколько раз, и на моей памяти, я думаю, что ребята, мои коллеги не дадут соврать, это на самом деле жалкое зрелище, когда приходят люди. Серфинг – это экстремальный вид спорта. Серфинг – это в принципе действие, которое нельзя научиться вот просто так с бухты-барахты. А у нас как это обычно происходит? Приходят люди, уехали там на Бали, в Доминикану, неважно куда-либо, приходят в школу, видят цену, а, братан, я сам могу. Берут доску, и вот рядом с тобой получится человек, вот я стою по колено в воде, я занимаюсь со своими учениками, рядом со мной получится человек, который я только что видел в своей школе, который сказал, я сам могу, и это, честно говоря, жалкое зрелище. И в этом плане, я, например, я долго какое-то время прожил в Германии, я знаю, что с немцами работать гораздо проще. Немцу сказано, нужно, хочешь научиться, иди в школу серфинга. Что сделает немец? Пойдет в школу серфинга, заплатит свои деньги кровные, отучится, и по крайней мере базовые вещи он будет понимать, и элементарно даже вещи, связанные с безопасностью, ему так или иначе донесут. Вот русский же человек, пока не огребет промеж глаз доской, плавниками, соседом, упавшим на него сверху, он таких вещей может не понять. Это вот тоже есть наша особенность. Вторая особенность, опять же, негативного характера. Кто из вас достаточно часто был за рубежом? Не обязательно с серфингом связано. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, не обращали ли вы внимания на такой талант в самом себе, что вы своего соотечественника можете угледеть издалека? Да. Согласна с этим. И, собственно, заключается-то, почему многие иностранцы намекают нам об этом. Почему это связано? С чем? Улыбкой. Да. Очень частая проблема в том, что русский человек, который вырос там за железным занавесом, или ладно, уже железный занавес закончился, но все равно выезжая за рубеж, я извиняюсь, когда он появляется за рубежом, он чувствует, что где-то его должны сейчас наколоть. Соответственно, он собирается в кучу, и с подлобья смотрит на всех вокруг, и для того, чтобы его, собственно, накололи, вот он таким вот макаром, собственно, и проводит свои две недели где-то там в райском, нерайском уголке. И это то же самое транслируется и в серфинг в том числе. Серфинг сам по себе – это достаточно индивидуальный вид спорта. Смысл заключается в том, что, не знаю, кто-то подтвердит, тот не подтвердит, но чем меньше людей на лайнапе, лайнап – это, собственно, точка старта, тем тебе от этого гораздо лучше. Исключение, собственно, составляют только твои очень хорошие друзья, и то, не дай бог, там их больше трех. Это уже не самое приятное явление. Так вот, серфинг – это индивидуальный вид спорта, и я вам могу сказать, что на достаточно загруженных спотах планеты, например, это будет там Бали или еще где-то, эта проблема очень серьезная. Когда вы плываете на лайнапе, вы встречаете там сотню таких же серферов, у тебя, ну, элементарно планка падает, ты думаешь, ну, все, покатался, и это нас отличает принципиально. То есть мы и так, в принципе, угрюмые. И когда мы встречаем достаточно много людей на лайнапе, мы думаем, ну, черт подери, мы приплываем туда, и, собственно, очень частая характеристика, которую другие серферы говорят по отношению к нам, она отличается в том, что мы как раз неприветливые. Не то, что мы прям хотим там всех порвать, всех убить, всех там замочить, не дай бог, вы поймаете мою волну, но это на самом деле абсолютно несложно, и это очень хорошая техника, которая позволяет тебе даже покататься гораздо лучше. Это вот было рассказом даже немного, потому что я, например, я заблюдаю сам за собой эту проблему. Я когда выплываю на лайнап, когда я занимаюсь серфингом, я к этому отношусь как к тренировке. То есть я замечательный, я, ну, как мне кажется, я достаточно позитивный человек, я выхожу на берег, я думаю, что все, я сейчас пойду кататься, выплываю, все, я включаюсь в режим тренировки, в режим спорта, я сконцентрирую на том, что... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok